Друзья, всем привет! Сегодня будем проверять обыкновенное куриное яйцо, кстати яйцо от домашней курица. Нам нужен только белок, поэтому чистим яйцо от скорлупы. Яйцо почищенное, если использовать белок в качестве насадки, то с помощью кондитерских насадок можно легко сделать ровные кусочки белка, которые уже можно насадить на крючок. Таким способом можно быстро наковырять большое количество насадок, потратив минимум времени. Сегодня нам нужно понять, действительно ли рыбе нравится белок от яйца, поэтому порежем его на мелкие кусочки с помощью обычного ножа. Вот что у нас получилось и закладываем это в лунку. Белок, словно крупные снежинки, падает на дно водоема. Глубина около двух метров. В идеале, конечно, лучше использовать домашние яйца. Считается, что на белок хорошо клюет платва и лещ. Не зря эту рыбу ловят на сало. Оно тоже белым цветом. Возможно, именно это и привлекает рыбу. Наша прикормка как раз начала интересоваться платва и подлещик. Первое время рыба лишь анализирует и пробует то, что ей предложили. Спустя еще 10 минут платва начинает чаще тестировать угощение на вкус. Окунь, как всегда, ведет контроль над всей мирной рыбой, держит ее в напряжении. Смотрите, как подлещик собирает частички белка из грунта и фильтрует через жабры. Рыба с каждой минутой все чаще подплывает при кормке. Платва с жадностью заглатывает кусок куриного яйца. А эта красноглазая берет с трудом огромный кусок и уплывает вместе с ним. Уникальные кадры. Смотрите, ребята, рыба, покушав белок, пускает кольца из рта. Словно профессиональный вейпер. Я такое вижу впервые на самом деле. Как видите, плотвы собралось довольно много и она кормится с основного пятна при кормке, в отличие от подлещика. Подлещик в основном собирал рядышком. Как думаете, понравилось ли такое угощение этой плотве? Мне кажется, понравилось, ведь уже через 50 минут подводной съемки от куриного яйца ничего практически не осталось. Ну а на сегодня все. Кому понравилось, ставьте палец вверх, ни хвоста, ни чешуи и болейте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова